С 5 февраля из Актал во все районы будет курсировать общественный транспорт. Для удобства жителей на маршруты запустят 10 комфортабельных автобусов. Стоимость проезда также вполне доступна. От 300 до 2000 тенге в зависимости от дальности расстояния. О современных автотранспортных средствах с низким экологическим ущербом вы узнаете в следующем сюжете. В регионе возобновились межрайонные маршруты. Теперь из областного центра будут курсировать новые автобусы в Куран, Житабаев, Ходшевченко, Биньо и Щетпе. Все современные 53-местные автобусы оснащены системой кондиционирования, камерами внутреннего видеонаблюдения, аппарелью для людей с ограниченными возможностями системы GPS. Главное – безопасность пассажиров. Главное – это эффективность маршрута. Совместно с предпринимательской корпорацией и бизнесменами, на сегодняшний день с этими маршрутами и с открытием в будущем дополнительных городских и внутрирайонных маршрутов будет создано более 200 рабочих мест. В ближайшее время будет открыто 20 рабочих мест. Новые автобусы работают на метане. Для обеспечения топливом транспортных средств на территории технопарка функционирует первая – метановая газовая станция. Помимо этого, в парке функционирует диспетчерская, предоставляющая возможность отслеживать маршруты автобусов и просматривать видеозаписи с камер видеонаблюдения. Прошло много времени, когда между Актау-Би-Иньо передвигался общественный транспорт. Сегодня, услышав о возобновлении передвижений между городом и районом, население выразило благодарность. Сейчас стоимость проезда на такси – 5000 тенге. А на современном автобусе можно добраться до места назначения за 2000. Можно сказать, что перевозка пассажиров автобусами – первая инициатива после обретения независимости. Раньше автобус ходил один день, на второй уже нет. Честно говоря, в последнее время в центр стало сложно попасть. На поезд билеты тоже не найдешь. Открытие маршрута между городом и районами – благое дело для народа. Посмотреть наличие свободных мест и приобрести билеты можно будет в мобильном павильоне, расположенном в 31-м А микрорайоне возле Желтого рынка. В ближайшее время предпринимателям планируется организация продажи электронных проездных билетов для удобства пассажиров. Приобретение автобусов и запуск метановой соправочной станции реализованы в рамках инвестиционного проекта СПК «Каспий» при поддержке областного и городского Акиматов. Айжан Сабит Кызасил Канширова, Мангель Трахмед Зидар.